Какая игра из локомотив? Что произошло в этой игре? Четыре головы пропустил. Сколько? Четыре. А почему? Смотри, давай вернемся в твое детство. Тебе 8-9 лет, ты только начинаешь заниматься футболом. Нет, подожди, тогда давай ремарочку, так скажем. Я начал заниматься в шесть, даже раньше мы начали во дворе, а профессионально я пошел в первый класс в шесть с половиной, поэтому я в семь уже начал заниматься. Но это была твоя инициатива или родители отдали этот вопрос, чтобы на улице не шлялся? Я не знаю, что у них было в голове, но они меня отдали в Чертаново спортивную школу, и там был отбор в эту школу, там надо было сдать нормативы, тесты какие-то. Ну, я сдал, и все. Там был урок бассейна, урок футбола, помимо физкультуры, да? Поэтому как-то так. У тебя в детстве какие были перчатки? Речи, адидас? У меня были сначала обычные эти, как их, зимние, знаешь, какие-то, какая-то нашивка была резиновая. Потом уже, помню, был такой магазин спортивный на Ленинском, мы его с дедом ездили, там покупали какие-то перчатки, я не помню, как его название. Ну, скажем так, неизвестно. А потом, когда такие первые крутые, это были Митры. Ну, в какой вот момент уже ты начал понимать, что, возможно, это будет нечто большее, чем просто хобби детская забава? Ну, я не скажу, что с самого детства, да, я знал там что-то. Играл, мне это нравилось, да, просто это стало моим, вот, любимым занятием, где я реально получал удовольствие, ну, и, в принципе, ничего не поменялось. И мне, когда в 13 лет я начал с дублем тренироваться, тогда там тоже, в принципе, перспектива такая неплохая была, да, и потом как-то команда вылетела в первую лигу, там, ну, короче, как-то так. Дубль, понятное дело, перестал существовать, и все. И потом вот до окончания школы, так скажем, да, футбольной, был в ФСШМ. Ну, и вот когда ты стал свободным агентом, что тебя спасло в твою футбольную карьеру? Спасло, да, я даже не могу так сказать, что спасло. Были мысли нехорошие, да, но была вера всегда в то, что я могу, и... Ну, я это люблю, это дело, да, я на поле, на футбольном, я мог часами проводить в детстве, и в ущерб, так скажем, учебе, да, и там еще чему-то просто могли там с друзьями приходить и... Ну, просто там дурачиться, при этом что-то отрабатывая, при этом там... Ну, все что угодно. Я думаю, что при должном отношении любой футболист, да, из второй лиги, там, неважно, да, ему дать возможность адаптироваться к скоростям, к требованиям, да, там, первой лиги. И я думаю, у любого футболиста может это получиться. Просто нужно, как сказать, такой толчок, да, такая возможность. Просто не у каждого она есть, да, и почему так получилось, сам не знаю, но я всегда работал, говорил, старался не опускать руки даже в таких тяжелых ситуациях, да, и слава богу, что так получилось. Когда у тебя стали появляться мысли, что сборная России – это реально? Ну, как только «Зенит» появился. Если «Зенит» появился, то, соответственно, и сборная как бы не за горами, потому что «Зенит» – это все равно флагман нашего чемпионата. Это постоянное участие в Еврокубках на самом высоком уровне и постоянная борьба за чемпионство. Поэтому при хорошей игре и том, как ты себя проявляешь, у тебя все дороги открыты. Матч с Турцией за сборную был. Один из самых твоих крутых в карьере. Ундер! Ундер! Удар! Лунёв! Чалхан Аглу! Ну и тебе пять минут придется терпеть. Ох, опасно! Чалхан Аглу! Ах, какой ты молодец, Андрей Лунёв! Великолепен, а? Фантастическое спасение! Эту победу нам, в принципе, принес Андрей Лунёв. Был. Все, что было – это история. Даже особо не вспоминаешь, да? Ну, а что вспоминать? Это было и было. Хорошее вспоминание, хорошее. Ну, все, больше от этого ничего. Ну, какие-то можно взять моменты, которые разобрать, какие хорошие, какие плохие. Больше ничего. Когда узнал, что не пойдешь на Евро, долго ли грустил и не появилась ли мысль, что нужно обязательно вернуться и исправить ситуацию? Честно сказать, ну, вот так вот, если откровенно, то, наверное, полчаса такого, так сказать, шока. Я первым делом, я помню, жене сказал это. Ну, понятное дело, что она расстроилась, тоже не ожидала этого. Но не так давно, да, там, может быть, я не знаю, что повлияло. Возможно, травмы, возможно, какие-то, так скажем, неудачные мои игры, еще что-то я пересмотрел отношения ко всему, да? И если я раньше мог уйти в себя, скажем так, загнаться, начинать копаться, что, зачем, почему, как и т.д. и т.п., то сейчас, как бы, все, что не делалось, все лучше. Значит, так и должно быть. Значит, ну, не заслужил, окей, это решение тренера. И, значит, где-то я, возможно, что-то не так сделал. Возможно, у тренера там другое видение. Пожалуйста. Но при этом нужно искать всегда положительный момент. Был положительный момент, что есть возможность отдохнуть и решить свои проблемы, так скажем, с контрактом и все остальные. Когда появился вариант с Байером, вот на сколько он был реально в процентах? Вот так примерно. Что он существует? Когда только он первый раз, когда только услышал я? Да, да. Ну, честно говоря, ну, это на уровне фантастики, потому что были еще варианты такие из уровня фантастики. Поэтому я так, честно говоря, не сильно верил. Вот, но как только мы вышли на видеозвонок, все, вопросов не было. Понял, что реально, да? Ну, не то, что реально, все, это вопрос решенный, ну, вопрос решенный, главное вот нюансы, да, сделать. Но эти нюансы на самом деле было не так-то просто сделать. Тяжелое такое решение, но вот жена меня тогда подбодрила, она говорит, слушай, ты хотел, у тебя была мечта. Он говорит, сейчас ты что, сейчас ты вообще думаешь, что ты переживаешь. Все, ты решил, не надо дальше оглядываться ни на что, ничего. Я говорю, ну, мне важно, чтобы вы, как бы, и вы тоже были в комфорте, чтобы все было, все хорошо, все было нормально. Вот, и он говорит, слушай, нам комфортно там, где ты. Вот, поэтому, чтобы, ну, ты был счастлив, все будет хорошо, и мы в тебе уверены, и ты можешь в нас не сомневаться тоже. Окей, после этого, как бы, у меня груз, так скажем, вот этих сомнений ушел, и, в принципе, ну, может быть, наверное, благодаря этому разговору я принял уже окончательное решение. Что ты делаешь, чтобы improve your English, or Deutsch? Deutsch, да. Ну, что я учу, по возможности занимаюсь преподавателем по Skype. Ну-ка, дим, слушай, учу, учу. Дайте, guten Morgen, Frau Schneider. Danke gut. Und Ihnen. Прекрасно, да. Und Ihnen. Плюс мне помощник тренера посоветовал приложение такое одно, Dooling'е называется. Плюс там видео в YouTube, да, какие-то. Ну, стараюсь, просто не всегда времени, да, много получается уделять этому, потому что и бытовые вопросы надо решать, и также идут тренировочные процессы, это тоже такой момент. Плюс какие-то игры там, плюс общение семьи, ну, много нюансов, конечно, хотелось бы как-то, что это стремительнее и легче, но честно скажу, что немецкие очень тяжелые. Фаустен, oder фанген? Фаустен. Да, целью ловить. А, ловить. Ага. Второй... Фаустен. Фаустен. Фаустен, да. Фаустен. Фаустен. Сложность я вот переламывать, у 29 лет здесь Саузапарта, ну, образно говоря. Да. Да. С честным, да. Хотя я этого очень хотел, очень... прям стремился к этому, и прекрасно понимал, что, ну, это нелегко, прекрасно понимал, что ожидаю трудности, да, ну, и примерно какого рода. Но когда ты этого ожидаешь, да, и когда ты сталкиваешься с этим, это не одно и то же вообще. Очень тяжело, очень непросто. Говорю, бывает, опять же, нет-нет, а приходит мысля такая, то, что, типа, ты ее гони, хорошо? Гоню, конечно. Нет, на самом деле, вообще, все здорово, все отлично, я просто жду, когда семья моя приедет, и будем жить, и радоваться жизни. Как тебе немецкие болельщики? Уже с кем-то, может быть, вступал в контакт, общался? Да, общался с сообществом русских болельщиков, которые... Ну, там, на самом деле, очень много русских живет, и приятно, и люди болеют за команду, поддерживают, и... также говорят, любые вопросы... Самое, самое, что интересно, все русские говорят, что... любые вопросы, обращайся, поможем. Вообще, даже не стесняйся, ничего, не думай, поможем, в чем можем. То есть, смотрю на тебя, вижу, что в таком возрасте ты начал меняться, да, меняться существенно. Полтора годика я назад начал меняться, не можешь, два. Слушайте, честно говоря, я говорю, как я только вот говорю, был период, ты начал травмироваться, да, там, одну травму, там, раз, тут же, вторая у меня получилась, и, говорю, познакомились вот с Игорем, да, полностью поменяли отношения, он, с его помощью, я полностью поменял отношения к питанию, к тренировочному процессу, ко всему, в принципе. Вот, он говорит, благодаря ему, наверное, я на многие вещи начал, что вкрутить такого для икроножки. Крутил. Еще давайте кручу. Красавчик. Крути. Крути еще. Вновь ты завел инстаграм, стал ты чуть более открытым, начал понимать, что это тоже важно для происпасмена. Ну, я думаю, что, и надеюсь, что многим интересно, многие переживают, и как-то хочется отборь, дарить, да, понятное дело, ну, просто чисто физически не могу всем отвечать, да, но это невозможно. Так, иногда могу зайти, там, что-то написать, выложить, что-то поделиться. Ты сейчас читаешь книги по психологии, это так? Да. Последняя книга вот была про, я даже не знаю, как это сказать, называется она «Теннис», по-моему, «Внутренняя игра». Ну, она, как бы, как сказать, она на основе тенниса, но ее можно применять вообще в жизни, я ее многим советую, мне ее как раз Игорь дал, мне там еще пару книг дал, я еще пока до них не дошел, я, конечно, каюсь, что так долго, но реально, сейчас надо язык больше учить. И она про то, что, как надо смотреть, в принципе, на жизнь, как, какие ресурсы, на что, так скажем, на что обращать внимание, на твое, как сказать, внутреннее «я», там, на вот это, не на внешние какие-то факторы, да, а вот именно на свою природную сущность, типа того, если так вкратце. Топовая книга, короче, вообще топ, советую. Чувствуешь ли ты, что ты, если не обрел гармонию, то пробежаешься к ней? Пока не могу сказать, что обрел гармонию, я очень рад тому, что произошло, но пока еще пазл не до конца сложился и пазл радости и счастья, да, вот этой гармонии, поэтому надеюсь, когда все сложится, тогда я могу, смогу этого сказать. Но пока рано. Редактор субтитров А.Семкин